На единственном действующем вулканическом острове Новой Зеландии произошло извержение. Подтверждена гибель одного человека. Также есть пропавшие без вести. Вулкан находится на острове Уайт-Айленд в 50 километрах от восточного побережья Новой Зеландии. Полиция сообщила, что на момент выброса пепла и дыма на острове или вблизи от него находилось около 50 человек, в основном туристы. «Мы продолжаем оценивать ситуацию. Мы знаем, что на острове и возле него были туристы из Новой Зеландии и других стран. Я знаю, что многие очень переживают за своих родственников и друзей, которые были в районе острова. Могу заверить, что полиция делает всё возможное». С острова уже провели эвакуацию. Вертолёты вывезли более 20 человек. Почти всем потребовалась медицинская помощь. Некоторые травмы достаточно серьёзные. Однако поиски пропавших без вести пока вести сложно. «В настоящее время для полиции и спасательных команд отправляться на остров слишком опасно. Однако мы продолжаем ждать, когда условия станут подходящими. Остров покрыт пеплом и вулканическим материалом». Учёные говорят, что столб дыма и пепла поднялся на высоту около 3,6 километра. Уэйт-Айланд – один из самых посещаемых активных вулканов в мире. Его постоянно изучают вулканологи. Также к нему ежедневно возят туристов. В здании фабрики в Нью-Дели, где накануне погибли 43 человека, снова случился пожар. Об этом сообщают власти индийской столицы. На место прибыли пожарные. Здание оцепила полиция. Заголовки столичных газёт пестрят информация о предыдущей воскресной трагедии. В шестиэтажном здании изготавливали сумки и рюкзаки. Там также хранилось много сырья, из-за чего огонь распространился очень быстро. Когда начался пожар, рабочие спали. Большинство людей умерли в результате отравления угарным газом. Ещё около 50 человек удалось спасти. Фабрика располагалась в жилом районе и, скорее всего, работала без лицензии. Пожарным было сложно оперативно до неё добраться по узким улочкам. «Не знаю, как эти бедные люди жили в этом здании. Фабрика была в жилом районе. Это запрещено. Власти и администрация должны обратить внимание на проблему. Они начинают шевелиться только, когда что-то доходит до крайности». Известно, что многие погибшие были из штата Бихар. Там родственники жертв жалуются на недостаток информации. «Нам только сказали, что на фабрике был пожар. Владелец фабрики обычно брал людей из этой деревни на работу в Дели. Мы не могли ни с кем связаться. Никому не звонили. Мы только узнали из новостей, что погибло 43 человека». Тем временем премьер-министр Индии Нарин Драмоди в своём твиттере выразил соболезнования родственникам жертв и заверил, что власти оказывают всю возможную помощь. Причина пожара неизвестна, ведётся следствие. Нормы пожарной безопасности не соблюдены в большинстве зданий в Индии. Подобные трагедии здесь бывают часто. Однако воскресный пожар стал для Нью-Дели одним из самых смертоносных. Президент США Дональд Трамп сказал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может лишиться всего, если возобновит враждебные действия. Он также сказал, что КНДР должна провести денуклеаризацию. Так глава Белого дома отреагировал на заявление Центрального телеграфного агентства КНДР. В нём говорится, что Северная Корея провела очень важное испытание на космодроме Сахэ. И оно уже скоро изменит стратегическое положение страны. «Ким Чен Ын слишком умный, и если он будет вести себя враждебно, то может потерять много. На самом деле всё», – написал Дональд Трамп в своём твиттер. Позже американский президент сказал журналистам, что Ким Чен Ын вряд ли хочет портить отношения с Вашингтоном или создавать помехи предстоящим в 2020 году выборам президента США. «Не думаю, что он хочет помешать выборам. Он тоже хочет, чтобы что-то получилось. Отношения между нашими странами хорошие, но наблюдается и враждебность. Это бесспорно». Космодром Сахэ, на котором провели испытания, Северная Корея ранее не использовала для запуска баллистических ракет. Эксперты полагают, что там могли проверить работу двигателя для запуска либо спутника, либо ракеты. Сама КНДР установила для США срок до конца года, чтобы заключить сделку по денуклеаризации. В ответ она требовала послабления санкций и грозила в противном случае пойти по альтернативному пути. Однако в минувшую субботу постоянный представитель Северной Кореи в ООН заявил, что ядерное разоружение больше не стоит на повестке дня в переговорах с США. Японские власти уже заявили, что будут пристально следить за ситуацией и продолжат сотрудничать с США. «Самое важное – это полная денуклеаризация корейского полуострова, а также быстрое и всеобъемлющее применение соглашения между лидерами США и Северной Кореи, которое включает обязательства с северокорейской стороны. Япония хочет и дальше поддерживать процесс налаживания отношений между США и Северной Кореей». Между тем, Южная Корея испытания пока никак не прокомментировала. Сокровище Петра I представили на масштабной выставке в музеях Московского Кремля. Называется она «Пётр I – коллекционер-исследователь-художник». Это международный проект. Около двух сотен экспонатов привезли из Эрмитажа, а также из музеев Амстердама, Дрездена и Лондона. «До Петра I кремлёвские коллекции не были музеем. Это была сокровищница. И это была личная сокровищница Романовых. Прежде всего, здесь находились главные предметы – это династические регалии, которые мы показываем в одной из витрин. И это то, что передавалось при переходе власти от одного государя к другому». Пётр I не только основал первый в России музей петербургскую кунсткамеру, но и систематизировал коллекции так, чтобы они были описаны и зарисованы. Коллекционированием Пётр I увлёкся во время так называемого Великого посольства в Европу, куда 25-летний царь отправился инкогнито. Эта грамота про образ современного паспорта была выписана на имя солдата Преображенского полка Петра Михайлова, псевдоним Петра. В Амстердаме государь увидел золотые сокровища скифов, перепроданные в Европу и Сибири чёрными копателями. Вернувшись на родину, Пётр издал указ запретить чёрные раскопки под страхом смертной казни и начал собирать собственную коллекцию. Вот скифская пряжка V-VI века до н.э. «Археологическое золото, которое добывалось совершенно варварским способом, сейчас мы назвали это чёрной археологией, это произведение золотые, связанное с двумя культурами – скифа и сарматы. И это произведение, которое он дал задание специально для него собирать и которое с тех пор находится в его так называемой сибирской коллекции». Также Пётр I положил начало коллекции военных трофеев России. Так, после победы над Швецией в Северной войне он привёз эти шпаги, принадлежавшие личным телохранителям шведского короля Карла XII. Позже они украсили интерьер столовой залы Преображенского дворца, где Пётр сидел во главе стола. «Ни трофейные знамёны, ни трофейное оружие в царской казни не сохранялись. И только когда Пётр попал в Европу, увидел, как устроены европейские арсеналы, что там наоборот свидетельства побед тщательно сохраняются, используются государством для пропаганды, для воспитания, для того, чтобы в людях была гордость за свою страну, за свою армию». Выставка продлится до марта. 8 декабря сотни тысяч жителей Гонконга из всех слоёв общества вышли на улицы на масштабную акцию протеста. Они снова призвали власти уважать права человека и провести демократические реформы. Это самая масштабная акция в специальном административном районе Китая за последние месяцы. Прошла она за день до знаковой даты. 9 декабря исполняется ровно полгода с начала массовых протестов здесь. Организаторы говорят, что мероприятие посетило более 900 тысяч человек. Полиция называет цифру намного меньше – около 180 тысяч. «Число людей говорит о том, что подавляющее большинство гонконгцев недовольны властями, и что власти не прислушиваются к жителям региона и их пяти требованиям». Впервые с августа власти дали разрешение на протест. Его организовала продемократическая группа «Гражданский фронт прав человека». «Я на самом деле горжусь всеми жителями Гонконга. Мы никогда не сдадимся. Мы не сдадимся перед лицом жестокости со стороны полиции». «Многих наших сограждан отправили в тюрьму. Многие получили травмы, и многие просто погибли без какой-либо причины. Это нас очень злит». Организаторы мероприятия также объявили, что эта акция – последний шанс для властей прислушаться к пяти требованиям протестующих. Люди хотят, чтобы была создана независимая комиссия, которая будет расследовать чрезмерное применение силы со стороны полиции. Они также призывают отпустить всех арестованных и ввести в регионе свободные выборы. С июня около шести тысяч человек были арестованы. Сотни получили телесное повреждение в ходе стычек с полицией. Люди нередко обвинялись силой безопасности в жестоком избиении демонстрантов и применении боевого оружия. Солнце находится в самом сердце нашей Солнечной системы и на самом видном месте. Однако наши светилы продолжают хранить много тайн. И разгадать их, просто взглянув на звезду, невозможно. Именно поэтому НАСА запустило к Солнцу зонд «Паркер» и недавно обнародовало первое и самое удивительное открытие космической лаборатории. Учёные говорят, что увидели всплески энергетических частиц, которых ещё никогда не наблюдали так близко. «Земля защищена магнитным полем и атмосферой. Но в космосе эти солнечные бури могут быть опасными не только для астронавтов, но и для космических кораблей. Солнечный зонд «Паркер» пытается получить базовые знания, которые позволят в будущем предсказывать солнечные бури так же, как метеорологи прогнозируют погоду на Земле». Исследователи также говорят, что они получили свидетельство наличия зоны возле Солнца, где нет космической пыли. Однако чуть дальше пыли от комет и астероидов очень много. «Эти частички пыли на самом деле движутся к Солнцу по спирали. Когда они приближаются, то либо полностью испаряются, либо солнечный свет отталкивает их обратно. То есть зонд «Паркер» обнаружил, что зона без пыли вокруг Солнца действительно есть». Исследовательский аппарат запустили в 2018 году. Он движется по орбите, то приближаясь, то отдаляясь от Солнца. За три оборота «Паркер» максимально приблизился к звезде на 25 миллионов километров. В ближайшие шесть лет он сделает ещё 21 оборот. И в процессе подойдёт к светилу на рекордные 6 миллионов километров. Данные, собранные зондом, помогут понять, как солнечный ветер, который зарождается во вращающейся короне Солнца, прекращает вращаться и начинает двигаться по прямым линиям. 26 декабря «Паркер» во второй раз приблизится к Венере, чтобы получить гравитационный толчок. После этого в январе 2020 он в четвёртый раз пройдёт близко мимо Солнца. Защищаться от высоких температур ему помогает специальный щит. Он может выдержать до 1370 градусов по Цельсию. Также с приближением к звезде зонд ускоряется. Его скорость может превышать 690 тысяч километров в час. Это как преодолеть расстояние из Чикаго до Пекина менее чем за минуту. Ближе всего к Солнцу «Паркер» подойдёт за три последних оборота, которые запланированы на 2024 и 2025 годы. Эта тщательно прорисованная картина гонконгской художницы Хаянь Кхон заняла первое место на международном конкурсе портретной живописи в Нью-Йорке. Его ежегодно организовывает телеканал NTD. Называется полотно «25 апреля 1999 года». Основано на реальных событиях. В тот день тысячи людей собрались у здания бюро апелляции в Пекине. Была там и сама художница. Это была историческая мирная акция приверженцев Фулуньгун. Они призывали центральной власти Китая прекратить гонения на их духовную практику. На картине около 400 человек. Художница трудилась пять лет. «Изображение правды – это моя миссия как художницы. Я хочу показать миру правду о репрессиях против практикующих Фулуньгун. Надеюсь, что жестокое преследование скоро закончится. Это моё самое заветное желание». Миссия пятого международного конкурса портретной живописи NTD – снова проложить дорогу к традиционной живописи, которую создали и довели до совершенства великие мастера прошлого. «В современном мире всё слишком усложнилось. Наша эпоха именно такова. Люди пытаются найти выход. Если изображать что-то положительное, то это поможет оставаться на позитивной волне, поможет видеть свет, в котором мы все нуждаемся». Участники должны были не только продемонстрировать высокую технику мастерства. Их работы также должны соответствовать теме конкурса, то есть показывать вещи правдиво и передавать истинную доброту и красоту. «Многие конкурсы, которые я сегодня встречаю, затрагивают острые или серьёзные темы. Я рад, что могу участвовать и выразить то, что много для меня значит». Как и многие другие картины, автопортрет Джозефа Дейли раскрывает тему веры. Он занял третье место. «Надеюсь, все мои картины на самом глубоком уровне будут выражать признательность Богу». Лорен Тильден также заняла третье место со своей картиной «Птицы небес. Трава полей». «Я ощущаю, что в мировой истории лучшие картины создавали именно благодаря духовной вере. И мне кажется, что в последнее время этого нам не хватает. Мы всё больше погружаемся в материальную культуру. Но мне кажется, что вера или духовность очень важны для культуры». В целом, помимо золотой, присудили три серебряных, три бронзовых и много других наград. На конкурс было представлено более ста работ.